и завершающее выступление нашей второй части ух жизнь март приглашаю дан аэля халили коммерческий директор торговой сети жизнь марта она немножко выбивается вроде как ее выступление выбивается немножко из нашей темы вот именно этой но знаете на как раз ритейл настоящего который в рамках ритейл тех проходил у нас выступала генеральный директор да и гения грамотеева вы знаете это вот я считаю правильным знакомить с какими-то знаковыми на наш взгляд проявлениями ритейла и вот здесь вот как раз знаете вот интересно как все-таки открыть успешный магазин который много продает готовой еды у них нет собственного производства и вот как раз или расскажет как ей пришлось запускать проекты по готовой еде последний момент перед запуском магазина как за один месяц за один месяц да всем добрый день меня зовут эля халили я являюсь коммерческим директором сети магазинов 6 марта из города екатеринбурга компании я работаю самого старта когда еще не было ни одного магазина я занималась поиском согласованием и запуском продуктов к нам на полку в том числе и готовой еды вот собственной торговой маркой до сегодняшняя моя тема она отличается от тем коллег но тем не менее она интересна своей сфере возможно кто-то возьмет но опыта возможно кто-то решит купить нашу франшизу и так сейчас мы научимся этим пользоваться для начала я хочу задать вопрос а кто-то слышал про жизнь марта поднимите пожалуйста руки отлично вас много а кто-то прям был в магазинах у нас круто скоро нас будет еще больше мы этим летом в августе открываемся в питере поэтому ждёмся в гости и так что такое жизнь смарт это сеть продуктовых форматов дома с большим количеством еды доля готовой еды наших магазинах составляет больше чем 70 процентов с этим мы также работаем потому что мы все-таки магазин доступный по всем категориям и насыщаем обычными базовыми категориями наша корзину у нас есть два формата большой магазин мы называем такие магазины у которых площадь 120 180 квадратных метров у них есть собственная доставка и мини магазины они находятся в основном в торговых бизнес-центрах площадь у них от 60 до 80 квадратных метров без доставки и следующий слайд покажет вам как мы росли мы молодая компания нам всего три года первый магазин мы открыли в марте девятнадцатого года и потом активно течение года мы паковали нашу франшизу мы дорабатывали наши эти у нас очень сильные ребята в команде кто занимается разработками технологий и занимались увеличением ассортимента также коммерческий отдел работал активно над насыщением количества фабрик потому что на старте было очень мало и это все позволило нам во втором квартале 20 20 года продать наши четыре первые франшизы партнерам у которых сейчас уже есть по несколько магазинов текущий момент у нас 41 магазин и выручка квартальная составляет 450 миллионов рублей какие товары есть жизнь марте у нас не так много позиций всего полтора тысяч с кью это не так много но у нас небольшая площадь цель до конца года поставить на полку две тысячи с кью мы выбираем продукт по одному основному базовому принципу это лучше своей категории то есть если мы ставим молоко на полку молоко 32 например то это будет молоко лучше от всех местных локальных производителей фермеров которые мы отобрали по вкусу по составу по цене тем самым мы экономим время людям для того чтобы не выбирать среди 10 брендов оставим только одном best of the best также важно отметить что в девятнадцатом году у нас всего было две фабрики одна фабрика это японская кухня вторая стандартная общая кулинария и всего 50 с кью на полке ну то есть совсем немного потом мы увидели спрос который рос и он до сих пор растет на готовой еду и мы добавили 16 фабрик с кем работаем постоянно и имеем 450 с кью постоянных позиций на полке почему по нашему мнению чему мы пошли по этому пути потому что изначально вообще из была идея строить свою фабрику и работать со своим собственным производством но за месяц до открытия ко мне подошел собственник иван зайченко сказал эль нет давай не будем этого делать давай не будем улазить в эту историю это не наша сторона мы не очень сильны именно в управлении фабриками давай найдем кого-то это к ну ладно хорошо будем искать интервью с иваном зайченко также можно почитать на страницах retail.ru кейс с евгений грамотеевой тоже вот буквально последних если полистать вы увидите так что прямо интересуетесь до мысла бы в этом и мы решили найти того кто в этом крут и отдать соответственно профессионалам это направление но наши сильные стороны это разработка тех карт у нас есть броншев у нас есть технологии у нас есть опыт привлечения каких-то иностранных броншев для увеличения нашего ассортимента сезонных сезонные позиции новинки у нас реально очень крутые насчет автоматизации я покажу будут слайды отдельные тем у нас работает около 70 человек круглосуточно над тем чтобы они улучшали все наши процессы мы хороши в тиражировании бизнеса у ивана зайченко есть еще одно направление это хорика сушков сети ставок и рестораны в городе екатеринбурга и мы отлично понимаем только маркетинге и брендинге поэтому решение отдать производство на аутсорс это было наверное лучшее решение за последние три года и так ну простой вопрос где их искать три пункта где можно их найти это существующие фабрики которых уже есть производства когда мы открывались три год назад их было очень мало и было реально очень тяжело найти кого-то у кого есть еще газовое оборудование запайщики на 40 годности три дня необходимы были это была большая трудность с этим второй вариант это рестораны и кафе в пандемийный период он нам помог многие рестораны ощутили острую нехватку во своих оборотах и быстро поменяли свое направление работая с нами и третий вариант это гипермаркеты собственным производством тоже очень хороший вариант у нас есть все три категории с кем мы работаем сейчас и у нас также есть четвертая категория одессы не указала это когда например у тебя есть объем тебе подходит инвестор говорит я хочу открыть под вас фабрику какие вопросов нет и мы работаем так он открывает фабрику инвестируя в нее и грузе только тебя отличный вариант чем думались да я сказала ну по крайней мере у нас в нашем случае это работает что мы получаем что получает фабрика начнем с нее в нашем случае фабрика получать стабильно растущий объем в день наша сеть в екатеринбурге получает примерно 40 45 тысяч единиц готовой еды узнаваемость брендах нам люди приходят они читают что за фабрика сделала это блюдо и уже есть им какие-то любимчики у покупателей также фабрика получает широкий доступ к нашей базе знаний это к закупу упаковки закупу сырья к айти к рецептурам и также на старте когда мы только-только открывались мы инвестировали некоторые фабрики помогаем купить какое-то оборудование или давая просто в заем небольшой процент что получаем мы мы получаем широкий ассортимент мы получаем эксклюзивность мы получаем рыночную стоимость потому что фабрик много и можно строить тендер и возможно быстро менять ассортимент и цены в неделю мы заводим из того что мы отрабатываем в неделю мы заводим примерно 5-7 новых позиций ну и что-то выводим этапы запуска фабрики в среднем если мы говорим про новую фабрику с кем мы раньше никогда не работали занимает 35-40 дней в принципе это такой быстрый я считаю период потому что процессов очень много необходимо прийти на месте чтобы запуститься сначала мы согласовываем ключевые факторы это пищевая безопасность это состав мы его проверяем на ингредиенты мы обсуждаем логистику и ежедневные отгрузки далее мы прорабатываем ассортимент мы прорабатываем как существующий который есть у фабрики так и тот желаемый который мы хотим то есть мы даем тех карты одну тебе и проверяем как быстро фабрика может отработать и привести на дегустацию эти блюда затем идем по цене с голосовым ценам в среднем около недели занимает этот этап четвертый момент проверка по чек-листу мы отправляем контролера который проверяет производство дает естественно какие-то информацию нужно исправить и пятый момент мы подписываем договор договор очень большой и очень длинный не такой страшный как мог бы быть параллельно мы разрабатываем упаковку этикетки это все делать на нашей стороне и продаем потом исходные данные поставщику совмещение по очень важный момент вообще без пола наверное нет никаких эффективных компаний мы проверяем как они работают как стыковывается и как идет связь и запускаем на один магазин очень важно не запускать больше чем на один потому что всегда есть трудности именно на объеме запускаем проверяем если все окей тиражируем еще дальше на оставшиеся магазины очень интересный слайд это топ-11 ошибок при работе с фабриками там прямые ошибки которые я совершала моя команда совершала но это опыт полезный опыт я с вами делюсь им очень важный момент когда ты приходишь к фабрике говоришь я хочу чтобы работал использовал сырье например масла не маргарин творог а не творожную массу тебе да 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 без проблем я смогу у нас будут разные закупы и все окей классно будет начинаешь отрабатывать на отработках все круто потом запускаешься и понимаешь что у них не получается разделять свои производственные процессы такой кейс был мы поработали так недели три и соответственно потом расстались второй момент не контролировать входную себестоимость ну понятный момент наверное нет смысла его объяснять дальше это отсутствие контроля закупаемого сырья с тем который был согласован заранее изначально то есть когда мы согласовываем там не знаю цезарь салат цезарь мы проверяем что там за курица что там за соус мы это софиксируем и потом сверяем с тем что нам приходит на на магазины четвертый пункт это важный пункт работа с эксклюзивом и передачи при передачи тех карт когда мы даем наши тех карты наши разработки мы подписываем соглашение о неразглашении и данное блюдо она поступает только к нам нашу сеть больше никому это уникальность наш отсутствие или наличие задолженности перед контрагентом тоже такой простой и понятный момент никаких хороших отношений не будет если вы будете в долгах у перед поставщиком мы стараемся так не делать отсутствие санитарных аудитов фабрик понятный момент тоже мы проверяем ежемесячном фабрике и в случае каких-то нареканий мы выезжаем на производство не уведомляя фабрику и проверяем что там происходит отсутствие штрафов за незаблюдение качества важный момент у нас он есть мы не так часто к нему обращаемся но тем не менее мы обращаемся отсутствие совмещенного по о о нем расскажу чуть позднее отсутствие постоянной связи и коммуникации с фабриками у нас их 16 в нашем случае нам помогает очень общаться по о и конкретно тоже пример я приведу и десятый момент верить что фабрика сможет поддерживать качество когда ты растешь очень быстро поэтому очень важно фабрики свои разделять на категории либо на количество скаю и также одиннадцатый момент это отсутствие РЦ у нас оно было но мы им не использовали под готовую еду только недавно мы запустили кроссдокинг что позволило сократить время приемки товара на магазины и время приезда далее момент про работу на автопилоте у нас очень небольшая управляющая компания наверное человек всего 100-120 работает это совместно с Ушковым по жизнь марта там человек получается наверное 40-50 мы стараемся не растить управляющую компанию мы стараемся все дела автоматизировать ну либо оптимизировать у нас есть контроль качества это когда связь от покупателей приходит онлайн каждый день на почту нашим контрагентам они видят оценки они видят свои комментарии могут очень быстро что-то доработать второй момент у нас есть автозаказ очень полезная вещь экономит очень много рабочей силы у нас пока нет оплат на автомате но я верю мы к этому придем дальше у нас есть контроль входных цен если вдруг цена входная отличается от эталонной соответственно менеджеру появится такой экранчик с знаком внимание внимание он будет проверять почему цена отличается АБЦ анализ тоже все на автомате дублирование фабрик и ассортимента основные позиции у нас рассмотрены на несколько фабрик таким образом мы себя обезопасиваем от того что кто-то из них сломается нам не привезет планирование выруч понятный момент и система наша она умеет сама выводить блюдо если вдруг низкая оценка либо очень низкий спрос ну и рейтинга фабрик для того чтобы они видели кто как с нами работает и кому нужно потянуть какие-то позиции здесь примеров автоматизации фабрик мы используем Power BI мы видим оценки в динамике по категориям по позициям по фабрикам в разные периоды времени снизу скрины того как приходят фабрикам на почту информация по их оценкам по их комментариям каждый день в одно и то же время здесь упущенная выручка по поставщикам то есть когда поставщик мне привозит заявку ибо ее привозят в маленьком количестве мы также это видим и звоним и спрашиваем что случилось какая проблема ну и пытаемся как-то помочь анализ новинок и повторные продажи этот инструмент очень помогает нашим сотрудникам менеджерам для того чтобы понимать насколько эффективен произошел запуск их позиции мы собираем все оценки блюд кстати оценки блюд мы получаем с помощью QR-кодов на каждой этикетке есть QR-код с помощью приложения сайта и прикольная штука мы умеем собирать оценки с помощью кассы самообслуживания когда гость приходит система понимает кто пришел у нас есть Face ID и задает ему вопрос как тебе старые покупки оцени пожалуйста мы видим всю экономику маржинальность воловку рентабельность списания по поводу списания тоже очень крутой инструмент мы придумали у нас есть на каждом блюде дополнительная этикетка термоэтикетка это как раз таки вопрос по поводу ПО если вдруг продавец забыл снять с полки это блюдо эту позицию и взял гость на кассу пожаловать то касса поймет что это старая позиция инитациям ее купить таким образом мы себя страхуем от этих пищевых рисков у кого так еще есть возможность сделать а они могут они уже сделали ну да в будущем мы хотим сделать такую же штуку уже по всем позициям сейчас только по поводу кто готовый ДТК есть очень важный момент что мы находимся в постоянном поиске новых партнеров новых фабрик потому что мы степляемся открываться во многих новых городах этим летом мы открываемся в Питере также Челябинск-Тюмень Уфа Тагил и это не все то есть в скором времени мы будем по всей России если здесь есть фабрики производства кому интересно поработать то здесь указаны мои контакты а чуть ниже информация по поводу нет Ладно по поводу продажи ФРМЖ тоже можно ко мне я отправлю информацию с кем можно у нас поговорить спасибо большое по поводу и